Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нас уверяют, что танцам в воздухе могут научиться все. Главное в этом деле – терпение. Как оказалось, только для того, чтобы подружиться с главным атрибутом воздушных танцев, понадобится не одна тренировка. Танцы на полотнах не требуют каких-то особенных физических данных. Естественно, если они есть, то тоже хорошо. Важно желание, целеустремленность, ну и, естественно, любовь к танцу на полотнах. Еще несколько месяцев назад Анастасия и подумать не могла, что будет вот так парить в воздухе. Боялась упасть, а полотно казалось неудобным. Вопреки страхам оказалось, что крюк и полутораметровый тканевый снаряд выдержат любого. Да и полотна не режут и не сдавливают руки. Сейчас Анастасии могут позавидовать многие воздушные гимнасты. Чтобы освоить какие-то хотя бы элементарные движения, поскольку уровень физической подготовки был практически нулевой, мне потребовалось 2-3 месяца. Он сочетает в себе и физическую нагрузку, то есть какие-то силовые упражнения, но вместе с тем тут нужна и гимнастическая растяжка, элементы и прочее. Какие-то также балетные действия, то есть нужно тянуть носочек, нужно делать это все красиво и улыбаться, чтобы это не казалось, что это титанический труд. Уже после занятия наши страхи улетучиваются и становится понятно, что детская мечта может стать реальностью. Главное – очень захотеть. Ну а если вы не любите танцевать, но хотите оторваться от земли и полетать, предлагаем занятие воздушной йогой. Здесь можно и в гамаке покачаться, и найти внутреннюю гармонию с собой и своим телом. Сначала сложно даже представить, как выполнять асаны в невесомости. Это направление в йоге совсем молодое, но уже нашло своих поклонников. В Москве первый раз я попробовала, что такое гамак для йоги в воздухе. Честно говоря, меня сразило ощущение детства, невероятное ощущение детства. Вот это в этой фории, что нет забот, нет веса, есть только чувство полета. После такого описания сложно удержаться и не попробовать. Вначале страшно. До этого о йоге только слышала. Скепсис испарился быстро. Уже через несколько минут парила бабочкой. Даже не подозревала, какими возможностями обладает мое тело. Воздушная йога для новичков – просто находка. Повышается уровень осознанности с помощью гамака. Мы всегда для самосохранения должны понимать в гамаке, что мы делаем. Поэтому в этом плане гамак еще плюс в гамаке. В то же время воздушная йога учит собранность. Здесь нельзя расслабляться, можно и упасть. Поэтому важно контролировать себя и чувствовать свое тело. Лишь в конце мы релаксируем, полностью вытянувшись в гамаке, качаемся под расслабляющую музыку. И традиционное индийское прощание, намасте, тренировка окончена. Освоить пару асанов в воздухе или осуществить свою детскую мечту и стать как цирковые гимнасты – все это возможно, главное – желание и терпение. Не обращая внимания на существующие законы гравитации, провели занятия танцами и йогой в воздухе Яна Леонович и Алексей Колупанко. Утро. Студия. Хорошего настроения.